Уважаемые коллеги, сегодня наш университет посвящает Генеральный директор Открытого акционерного общества Запорожский методорийский комбинат Запорожстан Шурма Ростислав Яковлевич И я думаю, что эта встреча, она очень полезна для всех И для тех, кто сегодня учится и в будущем будет специалистом И для тех, кто сегодня работает Потому что приход молодой команды в наш город на металлургический комбинат Запорожстан Изменил в корне все то, что было до этого Завод стал более успешным, завод стал более перспективным И если раньше все говорили, что извините, завод Запорожстан доживает последние, как говорят, свои годы Потому что очень старый, строился, Бог знает когда То сегодня, я так понимаю, завод молодеет не только тем, что перестраивает все А и той команды, которая сегодня пришла на этот завод Я с радостью предоставляю слово Ростиславу Игоревичу И я думаю, что эта встреча должна быть построена так Чтобы каждый из вас узнал, в чем успех этого человека Спасибо, Виктор Николаевич Добрый день, уважаемые студенты Ну, честно вам скажу, я не хотел бы сегодня читать никакую лекцию Эта лекция у вас всех хватает Мне интересно пообщаться с вами Мне интересно поговорить на те темы, которые интересны вам Я со своей стороны готов ответить на любые вопросы Никакой цензуры нет, что интересно, то спрашивайте Готов поделиться каким-то своим опытом Не знаю, насколько он будет применим, релевантен, интересным для вас Но то, что будет интересовать, я с удовольствием отвечу Поэтому давайте построим, наверное, работу с вами таким образом Вы назовите мне три темы, которые вас интересуют Для начала Я каждую из этих тем раскрою, как я ее вижу Ну, а потом по вопросам-ответам пойду Для начала, кто мне поможет записать темы? Есть желающие? Поможете? Вот Уже двое желающих Ну, уже выходите Так Какие темы интересны? Пожалуйста Ну, яка ваше відношение до рейдности и форм властности в Украине? Ну, почему-то так как-то нам не выполняют Слово-доприватности на северной власти Ну, например, на длинецах, в жизни северных членов Хорошо Відношение до форм властности Так Вы пишете что-то От себя пишете? Да не, не, не Ну, давайте так Вот Вы вопросы зададите, просто запишите, чтобы я не забыл Те темы, которые интересуют Да Формы собственности Спасибо Спасибо Формы собственности Какие еще темы? Хорошо Результаты Секрет успеха Это третий вопрос Секрет успеха Так, еще был вопрос Перспективы Запорожстана Перспективы Запорожстана Спасибо большое Как вас зовут? Спасибо, Кать Ну, давайте я начну, наверное, с того, что мне ближе всего Значит, по Запорожстане Снизу вверх пойдем Значит, цель, которая стоит Которую мы поставили перед собой Мы, это акционеры Это группа Метинвест Это я, моя команда, наш коллектив Чтобы через 5 лет Нарзавод был лучшим заводом в Восточной Европе В СНГ Мы, понятно, в Украине Когда мы говорим про лучший завод, что это значит? Это значит, самое новое оборудование Самое лучшее оборудование Первое Второе Это самые лучшие показатели работы Финансовые, производственные, технические и так далее И третье Это самый лучший коллектив С самыми лучшими зарплатами Социальным пакетом Самый мотивированный Самые лучшие люди Значит, как мы к этому всему будем идти? Значит, первые вещи, я думаю, вы все видите Мы в части модернизации начали делать Уже два крупных проекта запущено Еще два очень крупных проекта сейчас строятся Каждый из них с бюджетом более 50 миллионов долларов Один 700 миллионов гривен Второй 500 миллионов гривен Это новая доменная печь Новое отравильное отделение И Сейчас мы находимся уже на выходе По проекту по конвертерному цеху Что такое проект конвертерного цеха? Это будет одна из самых масштабных строек в истории Украины Но, наверное, проект точно войдет в стройку Самых крупных проектов в истории Украины И будет самым большим за последние 20-30 лет в Запорожской области Я думаю, что буквально несколько месяцев И мы все детали по этому проекту объявим И они будут известны, понятны всем Таким образом, мы планируем завод перестроить полностью Значит, очень важным моментом всей этой перестройки Является экологический аспект Ну, все мы привыкли, что раз медкомбинат Раз большой завод Значит, выбрасывает, пахнет Ну, так оно и есть Оно досталось нам на следство советского времени И 80 лет этими вопросами никто не занимался Поэтому в один момент это все изменить невозможно Точно так же невозможно прийти, перекрыть кран Что-то сделать-то можно, но не кардинально А в рамках этой модернизации мы планируем Что мы наш комбинат Запорожсталь Действительно выведем не только на все украинские нормативы По выбросам, а в принципе и на европейские И картина с точки зрения экологии Будет точно такая же, как там Любой европейский город хороший поехать В Дузбок, например, в Германию Да, под заводом люди живут Ничего не дымит, не пахнет Все нормально Все это реально И мы это будем внедрять Этими проектами Причем это не то, что сегодня все плохо В один момент станет все хорошо Это кропотливая работа, в течение 5 лет Настойчивая И каждый год вы будете видеть Какие проекты запускаются Что это дает по экономике, по экологии По работе вообще завода Значит, по операционной эффективности Знаете, это тот случай, когда Вот многие люди приходят на старое оборудование Говорят, а что им заниматься? Оно все равно не работает А, наверное, не совсем правильный подход Завод у нас старый, ему 80 лет Ну, очень много агрегатов В 30-х годах, в 40-х На них посмотришь, они уже такие Старое железо совсем А может оно нормально работать И посмотрев вместе с нашим коллективом На это, еще раз, свежими глазами Вы вот не поверите Мы нашли экономического эффекта Почти 200 миллионов гривен в год На все На том, как расходуется металл Как сжигается кокс Природный газ Куда тратятся деньги Как обслуживается это оборудование И в итоге завод При том, что он еще полтора года назад Каждый месяц убытков имел под 100 миллионов гривен Это будет 100 миллионов гривен убытков Это месяц отработали А зарплату людям нечем заплатить Хорошо, если есть кредитор Которому ты не платишь И за счет этого завод живет Но оно бесконечно не может быть И вы видите, сколько заводов В регионе, в стране В других странах Просто обанкротились И люди пошли на улицу Вот мы вполне могли К такому пути дойти А сегодня мы не просто зарабатываем прибыль Всю ту программу модернизации, которую мы делаем Мы делаем за счет тех денег Которые мы зарабатываем И при этом Еще и мудрились отдать кредиты Западным банком Буквально в течение года С огромного минуса Вышли в хороший плюс И сегодня являемся предприятием Номер один в Украине Металлургии по финансовым показателям Ну и задача быть номер один Не только в Украине А вообще в Восточной Европе В СНГ Ну а потом поговорим про Европу в целом Это такая промежуточная задача Ну и люди Огромный завод 16 тысяч человек Все это работать без людей не может Поэтому Хоть все и привыкли говорить Что там металлургия Рудная промышленность Это в основном лицензии Сырье Карьеры Оборудование Железо Это совершенно не так Это в первую очередь Коллективы люди Почему? Запорожсталь Не единственный медкомбинат В Украине Таких еще 10 Ну сопоставимых по размерам 6 Да Но почему-то У всех примерно одинаковый Возраст оборудования У всех примерно одинаковый Состав оборудования Но у всех показатели разные Вопрос Почему? Потому что Разные люди Разный подход Разный профессионализм Поэтому Наши люди Наш коллектив Это ключевое Поэтому Резюмируя Ответ на ваш вопрос Какие перспективы У Запорожстали Хорошие Так скажу вам Идем тогда снизу вверх Секрет успеха Да нет никакого Секрета успеха И не расскажу вам Никакую универсальную формулу Что там Делаете А, Б, С И станете директором завода Через 10 лет 5 лет Я поделюсь Наверное Какими-то Вещами Которые Я считаю Важными И которые Наверное Являются необходимыми Для того Чтобы стать успешным Вот Без которых Стать успешным Тяжело Но Сделав которые Еще не факт Что ты станешь успешным Первое Это касается вас Честно говорю Хорошо учиться Причем Учиться не Для диплома Не там Для циферки Там в табеле Где-то Или еще А учиться для себя И когда я говорю Про учиться Это Речь идет не только О классическом образовании Слушать лекции Читать книжки В первую очередь Заниматься самообразованием И в том направлении Которое вам интересно И куда вам лежит душа Это там Один из первых Базистых вещей Вот Даже допустим Я Сейчас когда анализирую То что я умею Там сделал Знаю Какая доля образования Всего этого Вот На вскидку 5% Но Когда глубже Начинаешь анализировать То понимаешь Что не 5% А процентов 50 Потому что Образование Это Вот тот Невидимый фундамент На котором Строится Все остальное Вот Не получив Нормальное образование Не получив базы Тяжело было бы Научиться Всему остальному И когда оно есть Ты его не ощущаешь Но когда его нет Ты остальное Не построишь Не получится Поэтому первый момент Второй момент Это Очень четко знать Того чего ты хочешь Я вам честно скажу Наверное Там лет С 15-16 У меня там Было видение Того Четкое понимание Чего я в жизни хочу И примерно Как я хочу Безусловно Что там С годами Когда там Переехал В другой город Учиться Потом Переехал В другой город Работать Третий город Четвертый город Пятый Все эти планы 15 раз поменялись Но Самое важное Видеть цель К чему ты хочешь Прийти И где ты хочешь быть И примерно Выстраивать себе Какую-то карту Маршрут Будет идти время Прошел месяц Оно сбилось Потом опять сбилось Через год Через 3 года Опять отклонилось Но самое главное Чтоб был вектор И все время О нем помнить Его придерживаться Третье Это Настойчивость Вот Когда идешь По этому пути Судьба тебя Все время бросает То вправо То влево Какие-то сложности Проблемы тебе придумают Бывает так Что уже голову Никогда поднять И думаешь Не опускать руки А постоянно Идти Идти Еще раз идти И раньше Или позже Придешь Ну вот Три вещи Наверное Которые Такие Очень общие Очень важные Было Есть очень много Там всяких Других Мелких Моментов Я думаю Что в рамках Вопросов Ответов Мы с вами Обсудим И как бы Подробно Расскажу вам Сотрудничество Комбината С УЗа Ну я смотрю Тут очень много Девушек Молодых Как бы Ну вряд ли Вы пойдете Горновыми И столеварами Работать Безусловно Что у нас Упор На сотрудничество Все таки С техническими Вузами Поскольку мы Комбинат И технические Специальности У нас В приоритете Но тем не менее Все равно У нас есть Экономисты Есть юристы Есть Специалисты По информационным Технологиям Есть пиар Служба Есть ассистенты Вот И безусловно Что в этом направлении Мы можем сотрудничать Более того Что хоть Это немного Я знаю Что за последние Три года Наверное 15-20 Ваших выпускников К нам Пришло работать Я знаю Что в обратную сторону Где-то То ли 35 То ли 40 Человек Сегодня Учатся В классическом Приватном университете Получают вторую Либо первую Специальность И тут Безусловно Что мы можем В каком-то Направлении Как бы С вами сотрудничать Ну хотя Еще раз Подчеркну ВУЗ там Абсолютно Комбинат для ВУЗа ВУЗ для комбината Являются там В целом Не профильными Это прекрасно Все понимают Ну собственно говоря По четырем темам А теперь я предлагаю Так Задавайте вопросы Более конкретные Вот И будем Пожалуйста У меня только просьба Вы могли бы представляться Вы говорили Вы говорили о том Что вы видите Свою цель Я не буду спрашивать Какая это цель Потому что Чтобы не насмешили С вами Бога Да И вы рассказали О своей цели Если на пути К вашей цели В планах Обучения В аспиратуре Например Нашего ВУЗа По государственному управлению Это первый вопрос Так как человек Который учится постоянно И Планируете ли вы Готовы ли вы Привлекать Преподавателей Нашего ВУЗа Для участия В научных проектах Вашего завода Спасибо Ну давайте На первую часть вопроса Отвечу Я до сих пор учусь Да Причем Когда я говорю учусь Это не значит Что я ходу на какие-то лекции Обязательно Хотя бы с удовольствием Пошел на какие-то хорошие лекции Послушал Ну времени просто не хватает Я думаю Вы понимаете У меня подход У меня подход очень простой Если я встречаюсь С любым человеком Я всегда вижу Что любой человек Какой бы он ни был Неважно от возраста От направления Он всегда в чем-то Будет сильнее чем я Ну по крайней мере В какой-то одной области Я всегда эти вещи Пытаюсь понять Посмотреть Как он делает что-то лучше чем я И у него этому научиться Это наверное тот инструмент Который я больше всего Сегодня использую Если говорить про Скажем так Формализованное образование То Планов идти в аспирантуру нет Ну как бы Это нереально Потому что Идти это для того Чтобы поставить галочку Я считаю что это неправильно Я никогда не учусь для бумажки Закончить аспирантуру И защитить диссертацию Правильно Ну как бы Учиться на заочном И защитить диссертацию Как формальный вопрос Оно для меня тоже как бы Но не является целью Да Ну давайте так Я думаю что В то же время Я вам скажу честно Я на диссертации работаю Вот И как подойдет поближе время Я начал работать Я тогда более подробно расскажу Но начал работать Еще когда жил в Донецке Вот Поэтому Ну наверное нелогично уже Как-то переходить куда-то Но это не аспирантура Я сознательно принимал решение Что в аспирантуру не пойду Ну потому что у меня нет времени А превращать это в какой-то Процесс такой Что формально числится Противоречит моим принципам А нет Как и второе Научные проекты Значит Как научные проекты Я думаю что мы сможем с вами Поработать по Повышению квалификации Вот как раз Тех направлений Которые я упоминал Вот По проведению Каких-то курсов Безусловно что Учебная программа На комбинате Она опять-таки На 95% Она заточена На скажем так Профессиональную составляющую По техническим специальностям Вот Но Как бы мы действительно Тоже не должны Выпускать и это направление Общие компетенции Гуманитарные компетенции Там сотрудников Соответствующих отделов И Обязательно есть мои сотрудники Они запишут Я думаю мы в ближайшее время Свяжемся Поработаем Мы решили не получение квалификации О научных проектах Которые выполняет ВУЗ И готовы участвовать В проектах Вашего завода Ну Прошу прощения Просто Не могли бы Ваш коллектив Скажем Или ваши сотрудники Предложить тематику Исследований Для всех ВУЗов Запорожья Скажем А каждый ВУЗ Мог бы выбрать Себе Ту тематику Которая им подходит Кроме того Вот вы говорили О лекциях Можно туда Тематику лекции Наши профессора Которых у нас Вполне достаточные И вполне квалифицированные Могли бы Предложить такие лекции Ну Давайте Поступим с вами Таким образом Мы по научным проектам Очень плотно Сотрудничаем С техническими ВУЗами И с профильными институтами Это с инженерной академией Сотрудничество идет Днепропетровской Металлургической академией С институтом черных металлов Как в Украине Так и в России Значит Ну это наше профильное направление Что касается Научного сотрудничества По специализации ВУЗа Классического Приватного университета То Я выделю человека Мы проработаем направление Если это будет взаимно интересно И нам И вам Так мы с удовольствием Спасибо 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 У кого вопросы еще есть В проведение В проведении В проведении Стажировки В практике Возможно поддержки Озаренной молодежи Я как просто будущий Юрист Хотел бы работать В вашей команде Спасибо Значит Что касается Виталий Виталий Спасибо за вопрос Что касается Практики Мы Я не знаю Если вы видели Не видели Очень сильно Усилили работу С вузами В Запорожье Я к вам Приезжаю Уже Четвертый вуз В трех вузах Я встречался Студентами Мы запустили Отдельные программы И Какие показатели В целом Расскажу И какие возможности Для вас Непосредственно Значит Мы серьезно Расширили программы Стажировки У нас сегодня Каждый год Более тысячи человек Приходят на практику Мы уже в этом году Приняли на комбинат 250 молодых специалистов И задача у нас стоит В ближайшие годы По 200-300-400 Специалистов Принимать Но это преимущественно На технической специальности Что касается Юридической специальности Мы Людей за последнее время Не принимали У нас достаточно большой Юридический департамент Юридическое управление Но лично Если вы Хотите И заинтересованы Вы пожалуйста Ребята Ставят контакты Пришлите ваше резюме Что касается практики Я думаю У вас будет такая возможность По итогам прохождения Собеседования Ну а дальше У нас подход такой Мы там Себя не лимитируем По кадрам Если есть хорошие Способные Молодые люди Которые хотят работать Мы работу найдем Вы обязательно Подойдите К Виталию Ивановичу Вот он оставит Контакты Куда прислать резюме И Еще вопросы Здравствуйте Меня зовут Софья Я тоже студентка Четвертого курса Института права Изучая криминологию Мы выявили Что ситуация В Запорожье Криминогенная Крайне обострилась И в связи с этим Ростислав Игоревич У меня к вам вопрос Скажите Как вы Лично Относитесь К тому Чтобы Органы местного Самоуправления Или же работники Каких-то крупных Предприятий Оказали помощь Правоохранительным Органам В целом В охране Общественного Порядка Ну например Скажем Создание Дружин Или муниципальная Полиция Какое ваше видение Вот Скажем так Поддержки Я считаю Что Каждый должен Отвечать За свое направление Работы И делать свое направление Работы Хорошо Все отвечают Как директор завода За производство За коллектив Коммунальные службы Отвечают за Сферу коммунального Хозяйства Городского хозяйства Правоохранительные органы Отвечают согласно Конституции Законам Тоже за Обеспечение порядка Безопасности И так далее И Если От правоохранительных органов Поступит Предложение Что необходимо Помощь в том или ином виде Безусловно Мы будем это рассматривать Потому что мы Как никто другой Заинтересованы Тоже Чтобы в городе Была законность Порядок И все нормально Но наверное Вопрос не совсем Корректный ко мне Не я Определяю Концепцию И видение Правоохранительной Деятельности Запорожской области Со своей стороны Мы Откликаемся Всегда На любые Инициативы Для общественных Организаций Неважно Органов власти В том числе И милиции По тем или иным Направлениям Всегда оказываем Помощь Если будет такая Инициатива Мы ее с удовольствием Расскажем Да Пожалуйста Преподаватель Которого Хозяйственного И земельного Права Застаскивается Скажите Пожалуйста К третьему вопросу Присколько Запорож Старин Вы себя Всегда Ведете Директором Запорожского На будущее Ну что значит Всегда До конца жизни Я буду Самый лучший Генеральный Директор Или вы Идете В политику Я считаю Так Что я На 5 лет Наметил Себе Огромный Пласт Работ Ту программу Которую я Намечал На год Мы ее В принципе На 95% Выполнили У меня есть Четкое понимание Того Как я вижу Завод Через 5 лет И в ближайшие 5 лет Я буду работать Исключительно На тем Чтобы добиться Той цели О которой я говорил Что работы Очень много На заводе И никакие Другие варианты Я не буду рассматривать Даже в принципе Добьемся мы Этой цели Дальше будем Рассматривать Следующую цель В том числе По Запорожскому 5 лет Вы генеральный Гарантирую Добрый день Раньше я точно Никуда не собираюсь Уходить Правда у завода Есть собственник Они всегда могут Принять какое-то Другое решение Но я не планирую Минимум 5 лет Это точно Даже рассматривать Да Пожалуйста Добрый день Здравствуйте Слава Федорович Заведующая Кафедры административного Менеджмента И бизнес-администрирования Института управления Заика Ирина Викторовна В нашем предприятия В нашем предприятии Существует ряд Социальных программ И социальных проектов Поддерживающих Сотрудников предприятия В контексте этого У меня есть Комбок Скажите пожалуйста Есть ли у вас Социальная программа Которая поддерживает Ваших сотрудников Которые получают Высшее образование На контрактной основе Спасибо за вопрос Значит Ну Есть Скажем так Я не могу сказать Что это целостная программа Да Есть у нас Отдельные элементы Как бы Этой программы В частности Мы Оплачиваем обучение Некоторым студентам У которых там возникают Потом Обязательства Прийти к нам на завод И определенный Срок от работы Такая программа есть Значит Есть программа У нас Скажем так С точки зрения работы На предприятии Если Человек учится в ВУЗе Он там получает Определенные льготы По своему рабочему времени Для посещения ВУЗа Для Сдачи экзаменов И так далее Вот как бы Такие элементы Программы у нас есть Вот Если более подробно Я господина Геймара Попрошу Он Расскажет Потом И Выслушает Ваше предложение Возможно мы ее расширим Я хочу подчеркнуть Что мы на самом деле Очень открыты К любым предложениям Вот И Всегда с удовольствием Любые Инициативы Которые поступают От специалистов А вы специалисты В области образования Мы всегда рассмотрим И попытаемся Что-то подчеркнуть Спасибо Спасибо Добрый день Меня зовут Евгений Кругликов Я аспирант В кафедре Кондиционно-административного права Института права И в связи с этим Хотел бы Задать вам Два вопроса Касательно Отрасли Трудового права Вопрос первый Какие дополнительные Гарантии Вы предусмотрели В своем коллективном договоре Для своих Работников Дополнительные гарантии В сфере отдыха В сфере Поддержки Каких-то Инициатив В сфере Может быть Социального пакета И так далее И второй вопрос Каково современное Состояние Охраны труда На предприятии Что вы Сделали Ну какие Социальные Экономические Сферы Какие Технические Нововведения Вы ввели Для того чтобы Улучшить Состояние Охраны труда На предприятии На вашем предприятии Спасибо Спасибо за вопросы Но я так понял Сегодня в зале Они юристы Давайте начнем Наверное С коллективного договора Наш коллективный договор Ну как бы Это такая Толстая книжечка Которая предполагает Несколько сотен Обязательств Как с нашей стороны Как работодателя Так и со стороны Наших работников Могу сказать Что Наверное Если я сейчас Начну их перечислять Будет не всем интересно Как бы это слушать Я назову Какие общие цифры Первое Наш коллективный договор Признан лучшим В отрасли В горно-металлургическом комплексе Это о многом говорит Причем признан Там не кем-то Непонятно кем А самими Профсоюзами Которые выступают Основным Ну скажем так Оппонентом Нашим И в этом процессе Ну не столько Оппонентом И сколько коллегами По дискуссии Второе Если мы возьмем Общую стоимость Тех льгот Которые мы предоставляем Работникам Помимо компенсации Эта сумма В год превышает 150 миллионов гривен Возьмем Одни только затраты На оздоровление Отдых Восстановление Это цифра Более 15 миллионов гривен Если мы возьмем Вы знаете Наши детские садики Это стоит 20 миллионов гривен Содержать Детские садики И создавать Улучшенные условия Для детей Наших работников По сравнению С обычными Коммунальными садиками Если мы возьмем Медицинское обслуживание То у нас застрахован Каждый сотрудник Предприятия Там Есть определенный пакет Это стоит Комбинату 15 миллионов гривен В год То есть наша программа Она достаточно Широкая Всеохватывающая Мой подход Здесь очень простой Мы должны Для наших людей Создавать Хорошие условия Работы Хороший социальный пакет Мы не должны Считать Деньги Сколько это стоит Для того Чтобы Они могли Хорошо работать Это отвечая На ваш первый вопрос Что отвечая На вопрос По охране труда Безусловно Что охрана труда Это такой Очень сложный момент Это культура Это философия Самих людей И когда говорят Что оборудование Которое есть Оно небезопасно Это неправда К сожалению 95% случаев Которые происходят На металлургических предприятиях Это случаи Связанные Непосредственно С организационными Человеческими причинами То есть Самими работниками Пострадавшими Либо их коллегами Поэтому мы сейчас Уделяем Очень большое внимание Изменению культуры И философии В частности Мы допустим Вели коллективную ответственность За нарушение Правил техники безопасности Если есть бригада Там 10 человек работает Один человек грубо нарушает То ответственность несет Потом вся бригада А не один человек Потому что остальные Должны его остановить Так как пример Мы начали вкладывать Очень большие деньги В охрану труда Назову несколько цифр Вот мы в прошлом году Полностью Оновили спецодежду Для всего комбината Сделали ее По европейским Современным Стандартам Но это стоит Чтобы вы понимали 40 миллионов гривен Купить просто Новую спецодежду Всем работникам Мы это сделали У нас много Газоопасных участков Потому что это Доминый газ Коксовый газ Природный газ Мы купили всем людям Которые находятся В газоопасных участках Газоанализаторы Импортные Которые Есть Зона газа Он начинает Автоматически Здесь находится Пикает Это стоит 2,5 миллиона гривен Мы Купили Сотни кондиционеров Установили Ну наверное Уже Больше трех сотен За эти полтора года Установили Как в рабочих участках Так и в ГТО Для того чтобы Улучшить условия труда То есть охрана труда Она у нас Находится в первом Приоритете И наверное еще один Очень важный момент В охране труда Должна быть полная Прозрачность и честность Потому что Любой несчастный случай Это Большие проблемы Для всех Да В итоге И Все прекрасно понимают Что на многих предприятиях Часто к этому Относятся толерантно Или как просто называют Пытаются скрывать Случай Бывает такое Мы ввели у себя Практику полной Нетерпимости к этому То есть у нас В случае сокрытия Несчастного случая У нас такого Ни разу не было После там Некоторых примеров У нас автоматически На увольнение Идет От начальника цеха Весь Руководящий состав Или подразделение Или цеха В случае сокрытия Несчастного случая Потому что победить Эту беду Можно только в том случае Если ты Понимаешь Объективную картину То есть Каждая травма Вплоть до там Пореза надреза пальцев Ее надо знать Иначе ты ее не устранишь В будущем Вот такой подход У нас В данном направлении Студенты второго курса Института права Гайворонский Никит Итак Только что Вами были озвучены Проекты Те или иные Социальные Проекты По поддержке Населения Проекты По охране труда Охране условия труда Переоборудование Непосредственно Предприятия Проекты По строительству Расширению предприятия А также Многие другие Аспекты деятельности Правильно? Вы сказали, что полтора года назад Комбинат был Убыточным предприятием То есть Со ста миллионными Убытками В месяц Значит 300 миллионов Гривен Убытка В квартал Скажите А в чем заключался Переломный момент? То есть Как же именно Комбинат стал Приносить прибыль? За счет чего Осуществляется Вся озвученная деятельность? Я на самом деле Ответил на этот вопрос Спасибо за вопрос Частично Те мероприятия Которые были Сделаны Они дали Почти 200 миллионов Гривен в месяц Элементарно Минус 100 Плюс 200 Считать умеете Вот появился Денежный поток Как эти 200 миллионов Были сделаны? Ну Как бы Программа Состояла Наверное В общем итоге Наверное По тысячам мероприятий Об этом могу Поподробнее сказать Я думаю Это интересно будет Значит Есть две вещи Первая вещь Это наведение Элементарного порядка Назовем ее так Чтобы завода Все заезжало То что надо Ничего не выезжало То что не надо Начиная от того Чтобы рабочие Не выносили перчатки Заканчивая тем Чтобы не было В принципе Никакого воровства Это был Очень большой кусок Под которым Мы потрубились Но Не самый большой Честно вам скажу Только часть денег Из этих Мы нашли здесь Большую часть Мы нашли в технологии Что значит технологии? Давайте возьмем Несколько примеров Мартеновский цех Вот вы хорошо считаете Значит У нас Мы плавим 330 тысяч тонн стали На тонну стали Мы потребляли практически 50 кубов природного газа Мы Сделали там Несколько десятков мероприятий По завалкам По качеству чугуна По Горелкам По прочим вещам Мы снизили расход газа Без больших инвестиций С 50 до 30 кубов 20 кубов на тонну стали Вопрос к вам Сколько кубов Природного газа Мы сэкономили в месяц В месяц В объеме В 330 тысяч тонн стали На тонну стали 20 кубов Вы сэкономили примерно Сейчас скажу Считать это сразу Не слишком доступно Грубо говоря Вы сэкономили около 40% Расхода на Меня в деньгах цифра интересует Ну в кубах скажите Для начала Это арифметика Это третий класс Да Получается примерно Около 660 тысяч Кубов Немножко не так 6 миллионов 6 миллионов В месяц Сколько газ стоит Сегодня Для промышленников К сожалению Я не веду Я вам скажу 500 долларов За куб За тысячу За тысячу кубов Прошу прощения За тысячу Сколько денег Кто-то математику знает Или нет в зале 3 миллиона долларов В месяц 600 тысяч кубов Умноженный на 500 долларов За тысячу кубов 600 на На 500 3 миллиона долларов 3 миллиона долларов Это только Один цех Один участок Но комбинат Это же получается Совокупность Различных предприятий Да То есть Допустим Отходы одного предприятия Идут в следующие Да В котором они Так или иначе Перерабатываются Из них Тоже получается Прибыль И дальше по цепочке То есть Это не один Конкретно взятый Цех Или завод На это Он называется Комбинат Допустим Мы убрали Расход здесь В одном Из завода Да Но как мы В дальнейшем Будем То есть Каковы дальнейшие Последствия Ну не Пожалуйста Последствия Преобразования Да Технологии На данном Для всех Остальных Ну давайте Для начала Проясню Комбинат Это не Завод В заводе Комбинат Состоит Из 45 Цехов Часть из них Цеха Не оставьте Микрофон Молодому человеку У меня вопросы есть Нормально Я ему отвечу Он на логерпу подучит И все нормально Потом будет Потом тоже Директором станет Значит 45 Цехов Часть из них Находится в цепочке Часть цехов Вспомогательные Цеха Значит Когда я вам Привел этот пример Это пример Так называемого Передела Мы имеем Заданный продукт На входе Мы должны получить Заданный продукт На выходе Все что мы тратим Мы тратим На переход С одного состояния В другое состояние На выходе Ничего измениться Не должно Мы просто снижаем Затраты На то чтобы Переделать Из одного продукта В другой Из чугуна И лома В сталь Нужен приводный газ Нужно было 50 кубов Теперь нужно 30 кубов Например Другой пример Можем взять У нас ввели Там дифференцированный Тариф На электроэнергию Да Ночью Одна цена В день Другая В пик Утро Вечер Третья Разница Пик Полупик Ночь Достигает В 5 раз У нас Не все агрегаты Загружены На 100% Что логично Сделать Вопрос К вам Прошу прощения Не спите Вы же вопрос Задали Да Разумеется Но я немножко Потерял нить Да То есть Что будет Логично Отвечу Делать так Чтобы работала Когда самая дешевая Электроэнергия Правильно Ночью Разумеется Да Полтора миллиона гривен На ровном месте И таких мероприятий 500 По заводу было Вот так и нашли деньги И очень просто А как нашли Эти 500 мероприятий Значит Безусловно Что там какие-то вещи Там знал Я знал Люди Которые со мной пришли Потом Вовлекали Начальников цехов Людей рабочих Вот и получили И сегодня Комбинат Отвечая на ваш вопрос Из прибыли Финансирует сам И кредиты Инвестиционную программу И социальные проекты Спасибо Пожалуйста Аспиранты Судоуправления Павел Кондитер У меня такой Павел Вопрос Восторг Какие Основными Принципами Вы придерживаетесь Как руководитель Зачем Руководствуетесь Своей деятельностью Спасибо Ну Вообще Большая наука Там Про менеджмент И так далее Я Исхожу Из того Что Хороший руководитель Или руководитель Который Обладает Разными Стилями Управления Я не помню Уже даже Книжные названия Там Целые концепции Вокруг этого Есть Есть Авторитарный Стиль Есть Демократичный Есть Инновационный В зависимости От того Какая ситуация Какие задачи Какое Эмоциональное Состояние Коллектива Нужно Гибко Применять Разные Стили Управления Это Первое Это Обязательный Критерий Хорошего Руководителя А вообще Какие мои Принципы Их много Попробую Выделить Основные Первое Это Честность Открытость Прозрачность С моими Людьми Что ты Можешь требовать От людей Если ты Сам Так себя Не ведешь Ну Абсолютно Логично Второе Это Исполнительность Если мы О чем-то Договорились Что-то Делать Можно Подискутировать На этапе Принятия Решений Иногда Но Когда Уже Договорились Делать То Надо Исполнить Это Второе Третье Это Наверное Даже Первое Это Формирование Сильной Команды Я Сам По себе Что Могу На заводе Сделать Нужна Сильная Команда Директоров Начальников Цехов Линейных Третьевцев Вот Это Основные Принципы Здравствуйте Студентка Третьего Курса Института Управления Анастасия У меня К вам Такой Вопрос Как Вы Относитесь К рейтингам Состоители Вы Сами Как Руководитель И Ваше Предприятие В каком-то Мировом Или Украинском Рейтинге Спасибо Вы Знаете Там Разные Агентства Журналы Постоянно Публикуют И включают На 100 То в 1 То в 2 Там Какой-то Рейтинг Я вам Честно скажу Там Особо За этим Не слежу Помню Что Недавно Делал Анализ Кажется Инвест Газета Или Форбс Один Из этих Журналов Определял 10 Крупнейших 100 Крупнейших Предприятий Украины Так вот Запорушталь Вошла В десятку Номер 8 В Украине Ну Вот Здравствуйте Валентин Институт Правления Скажите Пожалуйста Ваш Выбор Предприятия Европейский Союз Или Таможенный Мы Занимаемся Производством И продажей Металла И клиенты Наши Они В первую очередь В Украине Поэтому Самое важное Для нас Украина Они И в России Это 15% Наших Продаж Они И в Европе Это еще 15% Наших Продаж Они И в Турции Это еще 10-15% Продаж Они И в Африке Сегодня Как ни странно Очень быстро Растущий рынок И мы уже Там около 10% Иногда До 12% И продаем В Африку Поэтому Мы За то Чтоб мы Могли Поставлять Металл Всем нашим Клиентам В открытых Прозрачных Нормальных Условиях Да Пожалуйста Завеститель Директора Института Управления Юлия Владимировна Вихард Я В своей Работе Сталкиваюсь В том числе И социально-воспитательной Работы Поэтому У меня Такой Вопрос В Весной То есть В прошлом Учебном Году Наши студенты Были на Презентации Такого Вот Социального Программы Социального Конкурса Мы Это Город Но По условиям Конкурса 10% Финансирования Они должны были Сами Самостоятельно Внести То есть Планируете ли Вы Какие-то Подобные Социальные Программы Или Изменить Условия Конкурса Чтобы Полностью Поддерживать 100% Такие Молодежные Начинания Студенческие Инициативы Спасибо Спасибо За вопрос Мы действительно Провели Программу Мы Это Город Профинансировали Около 14 Проектов На сумму 700 тысяч Гривен Если не Ошибаюсь Объясню Почему Уведено Такое Условие Потому Что Мы Хотим Немножко Изменить Философию Людей Не Просто Пойди Попроси Денег И мне Дадут А сделай Еще Что-то Сам Когда Мы Говорим О 10% То Не Имеется В Что Положи 5 тысяч Гривен Ты Моешь Эти Деньги Дать Своей Работой У нас Наверное Только В половине Проектов Было Софинансирование В виде Прямых Денежных Вливаний И в Некоторых Проектах Было Даже Наоборот Что Мы Финансировали 10 А Другая Сторона 90 Такие Проекты Тоже Были Много Проектов Было Когда Группа Волонтеров Допустим Сделали Школу Для Компьютерной Грамот Школу Компьютерной Грамотности Для Пожилых Людей Ну и Все Купили Они Дали Волонтеров Потратили Своё Время Человек Может Пойти Заработать Условно Назовать 20 Гривен Час Вот 5 Волонтеров Мы Будем Год Работать Вот Это Наш Вклад 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 Они Могут Пойти В другое Место Заработать Вот Собственно Говоря На Что Была Нацелена Вот Этот Пункт По Софинансированию Его Останется Обязательно И В следующем Году Мы Мы Считаем Что Проект Прошел Очень Удачно Мы Действительно Получили Много Хороших Идей От Наших Горожан О которых Мы Даже Никогда Не Подумали И Смогли И Поддержать Поэтому В следующем Году Мы Эту Программу Обязательно Повторим Давайте Тут Первый Молодой Человек Первый По Дымовому Я Студент В Журналистике Первого Кольца Я Хотел Позов Кем Приятие Принимается Для Улучшения Экологической Ситуации Давайте Я Вам Конкретно Расскажу Чтобы Вы Понимали Безусловно Что Нужны Очень Масштабные Инвестиции И Их Даже За Один Год Сделать Невозможно У Нас Есть Два Направления Три Направления Где Любое Металлурическое Предприятие Наносит Урон Скажем так Природе Это воздух Это вода И это Отходы Начну С воздуха Есть У нас Очень четко Определены Все источники Выбросов На сегодня Они Все соответствуют Законодательству Потому что Законодательство У нас Пока Достаточно Лояльное Но есть Требования Перспективные Есть Два Основных Передела Которые В этом Количестве Занимают 90% Аглофабрика И Мартановский Цех И мы В течении Пяти лет Сделаем Полную Реконструкцию По этим Вум Переделам На Аглофабрике В частности У нас Шесть Агломашин Мы Первую Агломашину Запустили Новую Газочистку В мае Вторую Мы подписали Контракт Буквально Месяц назад Через год Ее запустим И по итогам Второй Сразу же Подпишем Контракт И через год То есть В шестнадцатом Году Сделаем Оставшиеся Четыре Это сразу Где-то Минус шестьдесят Процентов Выбросов По воздуху Сейчас Минус десять Каждая Агломашина По десять Процентов Будет давать Далее Мартановский Цех Это Проект строительства Нового Столеплавильного Передела Конверторного Цеха То есть Грубо говоря Заново Надо построить Ползовую Мы сейчас На финальном Этапе Коммерческих Переговоров С иностранными Поставщиками Я думаю В ближайшее Время Сокращение Выбросов Будет в разы По воздуху Что касается Воды Мы двигаемся Там еще Быстрее Значит Мы согласно Тому соглашению Которое подписано Между Комбинатом Облсоветом И Министерством Природы Должны были Реализовать Ряд мероприятий До семнадцатого Года Значит Мы эти мероприятия Закроем До середины Четырнадцатого Года В частности Сегодня Одним из объектов Который мы строим Это новое Правильное отделение Которое Предполагает полностью Переход на закрытый цикл Сократит Выбросы В Днепр Ну Тоже в разы Практически на восемьде процентов То есть по воде Мы Приблизимся К европейским нормам Приблизимся Достигнем Европейских норм Уже буквально Через неполный год Значит И Что касается Отходов То мы За последний год Сделали очень большую программу С нашими потребителями Что такое отходы Это шлаки Которые остаются У нас практически Все сто процентов Шлаков Особенно в доме Они дружаются Потребителями Они не едут на свалку Вот Есть четкая программа По всем направлениям Ну и безусловно Что тоже очень важно Можно купить Хорошее новое оборудование Но если работники Которые на нем работают Ну Не ответственно относятся Нет у них культуры Соответствующей То ничего не будет Мы эту культуру Сегодня тоже прививаем И пытаемся сделать так Чтобы наш каждый сотрудник Понимал ответственность За экологию в городе Так Которые поступают к нам Которые поступают к нам Со спортивным званием Готовые специалисты Когда мы будем выпускать Это уже профессионалы будут Нас интересует вопрос Какой спортивной базой вы обладаете И какие оздоровительные лагия Базы отдыха Для того чтобы мы в дальнейшем Направили наших специалистов К вам на работу Спасибо Спасибо за вопрос Запорожье-Сталь исторически Имело всегда очень сильную Спортивную инфраструктуру Сегодня мы Серьезно усилили работу В этом направлении Задумайтесь одну цифру Как вы думаете Сколько людей у нас участвует В спартаке и комбинатах Ну догадка хотя бы Четыре Больше четырех тысяч Это люди которые абсолютно добровольны Это их стиль жизни Мировоззрение Никто их не заставляет У нас как вы знаете Есть достаточно большой Манеж Комбината Если вы мимо проедете Вы увидите Эту реконструкцию Которую мы сейчас там проводим Мы полностью меняем Остекление Для чего мы делаем Мы делаем это Безусловно из эстетических соображений Но есть функциональный вопрос Это температура зимой При том остеклении Которое было При тех сквозняках Мы не могли поддерживать Нормальную температуру Для того чтобы наши люди И спортсмены там тренировались То есть мы Это не дешевый проект Он стоит почти 4 миллиона гривен И мы это делаем Для того чтобы создавать Условия Вы знаете что у нас есть Детский лагерь Спутник Вы знаете Есть база отдыха В Новоконстантиновке Очень хорошая У нас есть Санаторий Профилакторий На Хортинце Значит и мы Все эти объекты Многие предприятия К сожалению пошли По пути избавления От непрофильной сферы Значит Мы наоборот Мы наоборот пошли Путем превращения Не профильной Социальной сферы В профильное управление Мы это выделили В отдельное подразделение Создали отдельную компанию Для которой Это там Специализированные Направления работы Четыре направления Здоровление Отдых Культура И спорт И собственно говоря То есть по большому счету То что всегда было там Это один из приемов Которые мы тоже применяем По многим поднаправлениям Оно было там Пятым колесом Непрофильной вещью Которую никто не смотрел Мы сейчас вывели это В отдельный профильный бизнес Которому поставлена задача Помимо того Чтобы повысить эффективность Еще повысить в первую очередь Качество услуг Которые доставляют Как нашим работникам Так и горожанам Ну и безусловно Чтобы хорошо работала Эта компания Нам нужны кадры Безусловно Что тоже Очень большое количество людей есть Специалистов в этом направлении Но со временем Все равно Будет подпитка свежих кадров И с удовольствием Будем сотрудничать с вами Спасибо Уважаемые студенты Я понимаю Что вам лучше сидеть здесь И встречаться с интересным человеком Чем сидеть на лекциях Но к сожалению Росслав Игоревич Тоже жесткий график Поэтому я думаю Может быть хватит мучить его Пойдемте заниматься И поблагодарим За его очень интересные встречи Спасибо вам Но девушка хотела вопрос задать Она задала И дурец Вопрос Да Спасибо большое Мне было Очень интересно С нами пообщаться Ну скажу одно Подтягивайте алгебру Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому